А, у какой плоги самый длиннее шнур? Виллинс. Виллинс? На сколько сантиметров? На 25. А это существенно? Я думаю, в работе мне очень. Почему? Ну, 25 сантиметров. Экстравагантность наш конёк. Так, всем привет. Сегодня будем рассматривать 3 плоги гофрешки для карневого объёма. Это у нас Биобеллис, Виллинс и Свэй. Ценовая политика. Расскажи, пожалуйста, какие у них цены. 1570, 995 и 750. Да, сегодня будем смотреть, какие из них лучше купить. Стоит ли переплачивать 1500... За любимый лучший бренд Биобеллис. Да, 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 я помню. Так что, давай мы посмотрим, что они, какие функции выполняют. Прикорневой объём. Из-за этого у них узкие полотно, да? Да. Я понял. Ну, давай начнём. За работу! Так, первая позиция у нас это Биобеллисовская с артикулом БАП-2310 ЕПЦ Е. Расскажи, пожалуйста, какие преимущества, и ты можешь, наверное, работать одновременно. Первое – это покрытие, которое даёт возможность работать лаками, пенками, всеми стайлингами, и оно вам дольше прослужит. Дальше... Титановое покрытие, кто не знает. Дальше регулятор, температурный режим. Вот он. Мы включаем вначале, зажимаем на кнопочку. Сколько диапазон? Тут три температурных режима. 140, 170 и 200. Для тонких, ломких волос, для нормальных и для жёстких, густых волос. Густые волосы, кто не знает, до 200 градусов. На всякий случай. Да, да. Ну, не густые, а больше жёсткие. Жёсткие. Волос азиатский. Так, мы выбрали температурный режим 170. Вот буквально до 90 секунд она успела нагреться. И начинаем... Мне кажется, это даже быстрее. Да, да. Начинаем работать. Как в прошлый раз, мы разделим на три части, да? Да, да. Я хочу, чтобы нам было наглядно видно. Да, мне аж интересно. Мне кажется, выиграть бы там сегодняшний день за... Сейчас скажу, за сколько. Свеи сколько у нас стоит? 750 гривен. Делайте ваши ставки, господи. Да, да, да. Я ставлю на Бейболис. Ну, я не сомневаюсь, потому что в прошлый раз точно так живу. Для меня Бейболис является фаворитом, потому что она дольше всего служит. То есть это самые такие выносливые плойки. А какие у тебя были до этого плойки фирмы? ГаммаПью у меня была. А разве ГаммаПью плохая? Неплохая, но не дотягивает до Бейболиса. Ну, у них с технологиями в последнее время чуть-чуть. Они остановились, вот, наверное, где-то года 4 назад в своем развитии. Я смотрю, ты следила за развитием ГаммаПьем. Кстати, если клиент приходит и делаешь корневой объем, сколько по времени это делается? До 20 минут, если вся голова, ну, имеется в виду макушечная зона, зона подковы, там, на очень густые волосы тонкими прядями, то до 20 минут, а в среднем 10-15. В зависимости от пожелания клиента, какого результата мы хотим добиться. Я тут очень далеко углубляться не буду, нам, чтобы чисто посмотреть рисунок гофре. В итоге, в конце, какие должны быть волосы после корневого объема? При правильной работе не должно быть итогового залома, то есть мы начинаем работу, вначале очень крепко зажимая, и постепенно начинаем зажимать все меньше и меньше. То есть она должна быть не такая прям горячая, чтобы не было потом полосы, где мы остановились, чтобы волосы мягко входили. Также должен появиться объем. И в зависимости от вот этих ступенечек мы можем понять, какой у нас будет рисунок. То есть бывает мелкая гофре, бывает средняя, крупная. Ну, мне кажется, здесь практически одинаковые, да? Здесь, да, три у нас представлены практически одинаковые. Кстати, у Беглиса там есть пару, как сказать, бонусов. Какие там бонусы есть? Значит, то, что через 72 минуты... Это твоя любимая, я подчеркну. Да, 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 72 минуты его неактивной работы, он автоматически сам отключится. Так что вы не спалите квартиру и салон. Вернемся к этому. Дежаве, мне кажется. Да, да, да. Дальше, при транспортировке у нас есть кнопка блокировки, что также очень удобно. То есть закрывается, а она не будет открываться. Закрывается, да, да, да. Регулируется температура механически или цифровая? Там, кстати, цифровой дисфлеер есть, который показывает. Да, который показывает нам температуру. Вот, смотри. 200, 140, 170. Да, и, кстати, когда нагревается, там цифры мигают. Они мигают, когда уже стайлер готов к непосредственной работе, цифры останавливаются. Угу. Перестает мигать. Все, пойдем дальше, следующее. Да. Так, это у нас вторая позиция в Виллинс. Расскажи про него что-нибудь. Артикул, кстати, 90, 18, 21. Ценовая политика 995 гривен. Тут турмалиновое покрытие, что дает возможность вашим волосам быть в безопасности. Более щадящий эффект ведет. И тут 5 температурных режимов. Не дисплей. Мы регулируем кнопочкой. Угу. Да, там 140, 160, 180, 200, 220 градусов. 230. 230? Да. Ничего себе. Ну, вот, что и поехали дальше. Мы включили такой же температурный режим, 170, чтобы у нас все было по-честному. Угу. Уплоек. Идем. Для корневого объема, чем меньше именно зубья, тем лучше, да? Да. Ну, я люблю мелкие зубья. А он больше под корнем начинает, да, работать? Да, да, да. Чем уже само полотно стайлера, тем ближе он до корня дотропится. Ну, дотропится. Угу. 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 Шнур, кстати, длинует 2,7 и вращается на 360 градусов. Все три позиции. И у своей есть петелька. Ну, это сейчас не очень актуально. В основном все стайлеры ложатся на... Слушай, если у тебя нет петельки, это не означает, что... Слушай, ты не вешаешься на гвоздь. Да, я не вешаю блоки на гвоздь. Ха-ха-ха. Хотел сказать, что ты не вешаешь. Может, у тебя гвоздя нет, а ты мне вот это скажи? Ха-ха-ха. Некому забить гвоздь на стену. Я думал, будет полностью гофрироваться вот это. Мы же делаем прикорневое гофре, а не стиль 80-х. Я же не знаю, я же задаю вопрос. Вот в чем-то я бы не должен, сужая, разбираться. Да. Это у нас третья позиция SWAY. Цена составляет 750 гривен с артикулом 115-7000. Мне кажется, эта позиция сделает всех. Регулятор температурный с кнопки, механический. Да, сколько диапазон. У нас тут 4 режима 140, 160, 180 и 200 температурный режим. Также удобно. Хвостовик у нас вращается на 360. Есть петелька. Гофрированная тут поверхность. Поверхность, чтобы не скользила. Да, то есть в руке не будет скользить. Очень удобно. Красивое сочетание цветов. Да, давайте посмотрим по работе. Так, под конец. Что ты скажешь насчет все 3 позиции? Я бы сравнила две плойки, которые за свои, за 750. Это задняя, да? Да, вот эта часть. И Linus за 995. Биллис, да? Да. То есть, если их сравнивать между собой, то нет смысла переплачивать, потому что они, в принципе, одинаково выполнили свою работу. У нас что затылок, что левая часть, в принципе, на одном уровне. И рисунок очень похож. Но если же вы готовы переплатить, потратиться и приобрести стайлер дороже, чтобы он вам дольше служил, то, конечно, Бэйбелис. Потому что даже вижу, что с левой стороны более выше стоит. Да, это говорит о том, что Бэйбелис подходит к корню ближе. То есть, смысл переплачивать есть. Честно говоря, я думал, что выиграет за 600 гривен, которые идет. Свэй. 750 мне подскажешь? Хорошо, пускай будет 750. Но она же идет на акции сейчас. А, все. Вот так вот. Хорошо, я тебя услышал. Значит, ты выбираешь Бэйбелис. Да. Да, потому что, кстати, я согласен, потому что с левой стороны более выше стоит Булз, чем с правой стороны. Намного. Хорошо, спасибо тебе большое. Все. До новых встреч. Вам по ощущениям больше, какая плойка больше нравится? Мне нравится больше правая, так как с правой стороны я чувствую именно такую мягкость. Это Бэйбелис, да? Да, это Бэйбелис. Слева, если пускать как бы руку в волосы, чувствуется некая жесткость. Это билинс? Да. С правой стороны они абсолютно мягкие, их приятно трогать. Я понял. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо. Ала, у какой плоги самый длиннее шнур? Билинс. Билинс? На сколько длиннее? На 25 см. А это существенно? Если ваша резетка находится очень далеко, то возможно да. Молодец, выкрутилась. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова